Всем привет, друзья! С вами Артём и Киберспортивный магазин Фуфраг. Сегодня мы будем с вами говорить про Razer Desider V2. На мой взгляд, вообще Desider не нуждается в представлении. Единицы его не держали в руках, неважно там в каком исполнении. У меня тут даже есть Desider 2013. Пенсионер, я особо кричать не буду, мало ли ему помешаю. У него размеренная уже старость, он вот как бы чилит. Вот эти старички должны работать и нагибать. Это Razer Desider V2 и Razer Desider Elite. Вот на их фоне мы сравним, какие отличия появились в Razer Desider V2. Что лучше, что хуже. Да и вообще, в принципе, делать полноценный обзор на Desider я не вижу смысла. Все про него всё знают. Но для тех, кто не знает, быстро, кратко. Эргономичная мышь для ладонного и пальцевого хвата. Когтевой здесь не особо зайдёт, потому что попа длинная, упирается в ладонь. И мышка, на самом деле, всегда была в топовой начинке и всегда пользовалась спросом. У неё есть огромная армия фанатов. А сейчас давайте смотреть, что исправили в Razer Desider V2 или что в ней появилось нового. Погнали! В первую очередь хочется отметить, что теперь вся боковая панель прорезинена. Что это даёт? К примеру, у Elite была резиночка вклеенная на пластиковую грань. Соответственно, когда я брал эту мышку и, допустим, в каких-то напряжённых катках мышку ты держишь плотненько, так давишь на неё со всех сторон, у меня правый край мыши выскальзывал постоянно. То есть у меня только мизинчик доставал до резинки. Сцепление мизинца с резинкой было недостаточно. Безымянный палец лежал на пластике. Пластик довольно скользкий. И мышка выскальзывала. Вот таким вот образом. Здесь такого уже не будет, потому как вся панель прорезинена. Ну и чтобы отдать дань уважения тому, как выглядела мышка ранее, ну и чтобы особо не уходить от того визуала, который был, здесь сделали такую вот перфорацию, которая повторяет контуры резинки, которые были до этого. Только теперь она здесь не вклеена, а из общей прорезиненной грани есть такая вот прессовка с перфорацией. Кстати, теперь у вас не будет проблемы с резиночками, как была, допустим, на элитке, что они вот могли вот так вот начать отклеиваться. Здесь такого не будет, и это, ну, несомненно, плюс. Также поменялось и верхнее покрытие мыши. Оно стало более шершавым. На первый взгляд кажется, что пластик стал более дешевым, но у него стало лучше сцепление. К тому же, можно с уверенностью говорить, что на мышке не будет проплешин, как могли образовываться на элитках. То есть, от ладошки у вас полируется место контакта и начинает таким вот глянцевым блеском блестеть проплешины на мышке. Здесь такого не будет, покрытие прямо такое матовое, шершавое. И сразу, что можно сказать, сцепление с пальцами стало лучше. Не сказать, что на элитке у меня пальцы соскальзывали, когда я нажимал, но не отметить то, что здесь все цепче, нельзя. К новому покрытию нет никаких претензий. На самом деле, я выбираю больше сцепления, нежели тактильную дырговизну пластика. Совместно с материалами изменился и вес мыши. Теперь весит мышка 82 грамма. К примеру, вот видите, про резинку-то я вам говорил, что выскальзывает. А это не выскальзывает. Так вот, элитка весила 105 грамм. Здесь 82. Конструкция визуально никак не изменилась. Не появились никакие дырки. Ну, вообще тут на вкус и цвет. По массе. Кому подавай легкую с дырками, кому легкую без дырок, кому тяжелую и с дырками. Наверное, бывает и такое. Да, ребят, я знаю, я осведомлен про технологические отверстия. И я знаю местоположение дырки. Спасибо всем тем, кто уже начал писать. Я все знаю. Так вот, на мой взгляд, уменьшение массы это плюс. Мышкой стало оперировать удобнее. Но знаю тех людей, которые не играют мышками, которые легче 100 грамм. И говорят, что я не чувствую мышку. Мышка должным образом не сопротивляется, не предоставляет должный уровень контроля. В общем, вес стал меньше. На мой взгляд, это плюс. А как вам, я не знаю. Основные кнопки. Под ними установлены микрики Razer. Те самые оптические, которые установлены в Viper. И со времен Viper мое мнение о них не поменялось. Если вы смотрели обзор на Viper, вы знаете, что эти микрики не дают достаточного тактильного отклика при нажатии. То есть, в бою, когда сидишь и играешь в Counter-Strike, иногда складывается ощущение, что кнопки чуть ли не сенсорные. Еле заметный щелчок. Его слышно, но он реально еле-еле заметный. Иными словами, ровно так же, как и в Viper, тактильная составляющая этих микриков мне не нравится. В плюсы к ним можно отнести то, что отклик у них 0,2 миллисекунды. Это особенно понравится, если вы самая быстрая рука на Диком Востоке. А также в плюсы можно кинуть то, что ресурс у них 70 миллионов. 70 миллионов это, конечно, хорошо, особенно если это рубли или доллары. Но я заметил такую неприятную тенденцию. Чем больше у микриков ресурс, тем менее тактильно они приятны. Поэтому для меня, как я уже и говорил, золотая середина это Amron на 20 миллионов нажатий. Amron на 50 миллионов нажатий еще более-менее сносно. Но вот здесь Razer что-то с тактильностью надо делать, на мой взгляд. Что касается люфтов основных кнопок. Я бы сказал, что для меня их здесь нет. Потому что я пользуюсь мышкой попросту по назначению. Я ее не переворачиваю, я не сжимаю кнопки каким-то неправильным образом. Для меня здесь люфтов нет. Однако для требовательных геймеров, которые любят нажимать кнопки не сверху вниз, а с краев в центр. Да, здесь их можно прожать. То есть люфт есть. Ребят, ну вы реально нажимаете вот так вот? Я просто как бы, ну шутки шутками. Но правда кто-то вот так делает и кто-то улюфтит. Камон, ребят, ну на мышку надо нажимать вот сверху вниз. Так вот, люфты есть, но эти люфты, они будут абсолютно в любой мышке. У всех мышек кнопки можно сжать к центру. Блин, это конструкционная особенность. Есть где-то полтора миллиметра претравла у кнопки. Он, ну просто незаметный, абсолютно. И после срабатывания у кнопки есть миллиметра, может быть, три свободного хода. Он заметен только если вот специально нажать. И вот да, вот кнопочка так ходит. В игре это абсолютно незаметно. В общем, для меня здесь люфтов нет. Для особо требовательных геймеров, которые любят искать люфты, им есть здесь что поискать. Переходим к колесу. Колесо здесь абсолютно никак не люфтит. Крутиться оно стало легче по сравнению с элиткой. Немножко поменялся рисунок. Если здесь было колесо такое, знаете, по бездорожью, то здесь такое лайтовенькое, шоссейное. Перфорация на колесе стала меньше. Оно от этого не проскальзывает у вас по пальцу. Резиночка довольно цепкая. Как я уже и сказал, люфтов никаких нет. Между отсечками люфтов тоже нет. Отсечки стали громче, чем в элитке. Но колесо крутится легче, опять же, чем в элитке. У меня к колесу нет никаких претензий. Хорошее колесо. За колесом у нас находятся две кнопки переключения DPI. Одна в плюс, одна в минус. Всего, кстати, можно настроить до пяти режимов DPI на один профиль. Всего профилей в мышке может быть пять. Что-то я отвлекся, возвращаемся к кнопкам. Так вот, эти кнопки выполняют свою функцию нормально. Никаких претензий к ним нет по поводу щелчков и по поводу того, как они переключают DPI. Но они люфтят. Вот они действительно люфтят, если по ним поводить пальцем. Если кто-то по ним будет вдруг водить пальцем. Ну, мало ли. Вы услышите вот это. Ну, такой неприятный аспект. Однако, достаточно редко вы будете пользоваться кнопками переключения DPI. А водить по ним пальцем вы будете, ну, максимально редко, на мой взгляд. Поэтому кнопки DPI переключают DPI и хорошо. Переходим к боковым кнопкам. У них, на удивление, клик мне нравится намного больше, чем у основных кнопок. Они нажимаются до того, как вы их вжимаете в корпус. И это тоже, несомненно, плюс. Они не люфтят, не издают никаких лишних звуков. С ними все хорошо, пользоваться ими удобно. Дифференцировать их тоже очень легко. Переходим на дно и сразу видим, что по сравнению с элиткой тефлон стал белый. Я не расист, но этот белый тефлон лучше, чем тот черный. В первую очередь, края у него обработаны немножко получше. Он не цепляется за ковер. Он намного лучше скользит. Я бы даже сказал, намного легче. Возможно, это так или иначе связано с массой. Но все же он лучше скользит, и у него нет залипаний при микродвижениях. Знаете, когда вы прям вот чуть-чуть двигаете мышку, и она как бы чуть-чуть вот подзалипает. Здесь такого нет. Здесь с тефлоном все хорошо. Razer говорит, что это абсолютно чистый тефлон. К сожалению, это проверить я не могу. Но то, что он стал лучше, это факт. Ну и так же, как и в элитке, здесь есть окошко вокруг сенсора. Сенсор. Это Razer Focus Plus, либо Pixar 3399. Топовый на данный момент сенсор. Ну, то есть топовый в плане самый лучший сенсор среди всех мышек. Здесь у нас 20 тысяч DPI, асимметричный отрыв, умное движение, синхронизация движений, быстрое фото на документы, автоматический развал кабин, помощь при фликировании и все вот эти вот дела. Какие-то штуки, из которых я перечислил, включаются в софте, какие-то в ваших руках, а каким-то вообще нужно прийти морально и умственно. Что можно сказать про сенсор? Сенсор действительно топовый, абсолютно не срывает. Признаться честно, 3360 и выше для меня работают очень хорошо, и этот сенсор не исключение. Сам факт того, что он лучший, ну, это круто. Но для меня они работают все одинаково, к сенсору никаких претензий нет. Кабель. Кабель тут тоже изменился и очень сильно в хорошую сторону. Это Razer Flex, как они его называют. Кто-то может спутать его с паракордом, однако это не паракорд и даже не паракордоподобный кабель. Это, в принципе, практически тот же самый плетеный кабель, как был в элитке, только здесь оплетка была очень жесткая и плотная, ну и тонкая. Здесь кабель стал потоньше, оплетка стала намного мягче, намного послушнее. Возможно, она чуть-чуть проигрывает в мягкости и в послушности некоторым мышкам с паракордоподобным кабелем, однако этой мягкости и этой послушности достаточно для того, чтобы вы практически не чувствовали кабель при игре. Кабель стал в разы лучше и такой, на мой взгляд, должен был быть изначально в элитке хотя бы. Но имеем, что имеем, слава богу, он здесь есть и он очень хорош. Понятное дело, в мышке есть софт. В софте вы можете назначить до 5 режимов DPI на один профиль, до 5 профилей в мышку. Кнопка переключения профилей находится на дне. Также можно управлять подсветкой, можно даже управлять высотой отрыва. Почему можно даже управлять? Ведь это есть у многих мышек. Здесь высота отрыва регулируется очень интересным образом. Как я уже сказал, у этого сенсора есть асимметричный отрыв. То есть вы можете назначить, к примеру, 3 мм на отрыв. То есть, когда вы поднимаете мышку, она перестанет работать на высоте 3 мм. Но при этом, когда вы опускаете мышку, она начнет фиксировать движение на высоте, к примеру, 1 мм. Также в софте можно откалибровать мышку под поверхность. Ну, настроить подсветку, как я уже и сказал, светится здесь колесо и логотип. К слову, логотип, как в вайпере, при отключении подсветки не исчезает. Его видно всегда. Вот такая мышка получилась у Razer. Если кто забыл, это Razer V2. Она стала намного лучше элитки, как минимум весом, полностью резиновыми гранями, которые в первую очередь стали намного более цепкие. Мышка не выскальзывает, и они не будут отклеиваться. Поменялась поверхность, кабель стал лучше, определенно. Но вот микрики, блин, Razer, что-то надо делать с тактильностью. В общем, я могу рекомендовать эту мышку к покупке. Обновляться ли с элитки? Трудный вопрос. Честно, я бы сказал, что да. Но это такое, знаете, да, не прямо точно да. Да. Купить эту мышку вы можете в нашем магазине. Ссылочка есть в описании. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Лайкайте видео, если вам оно понравилось. Также можете подписаться на наш Инстаграм. Там очень вкусные фоточки всех девайсов. Ну, а я с вами прощаю. Желаю вам топовых девайсов. Ну, скоро увидимся. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok